МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрации служб в это не самое легкое время. Многие, естественно, тут же схватились за калькуляторы и вычислили, что в среднем федеральный российский чиновник получает 111 тысяч рублей в месяц. Но на самом деле усреднять все эти цифры не совсем корректно. Ну, просто потому, что в итоге получается, как в известном анекдоте. Если ты ешь капусту, а я мясо, то в среднем мы оба едим голубцы. Ведь, например, служащим Следственного комитета в прошлом году зарплаты срезали вдвое. Теперь они получают 147 тысяч в месяц. В то время как сотрудникам Совета Федерации оклады повысили. И теперь они каждый месяц приносят домой около 170 тысяч рублей. Но самое любопытное во всем этом другое. Одновременно с обнародованием доходов чиновников журнал Forbes решил в очередной раз доказать, что нередко настоящими кормильцами в семьях слуг народа оказываются не важные государственные мужья, а их жены. Наш репортер Юлия Шатилова сумела договориться о встрече с той самой супругой российского чиновника, которая в этом списке самых богатов заняла первую строчку. Ну и с пристрастием расспросила ее и о бизнесе, и о кризисе, и о деньгах, к которым якобы не причастен муж-губернатор. Село Миленск, 130 километров от Брянска. Здесь и живет самая состоятельная супруга российского чиновника. Гламурная собачка встречает громким лаем. На этом гламур заканчивается. Деревенский дом с настроенным вторым этажом и блондинка в строгом пальто. Первая в списке Forbes. Ольга Богомаз. Хочется сразу быстрее перчатки одеть и в земле поковыряться. Это розы. Потом тачи и доход, если верить декларации. Внимание, 695 миллионов рублей в год за чаем с тортом на самой обычной кухне. Расскажет о житейских радостях бабушки-миллионера. А кажется, могла бы в роскоши купаться. Приготовят, покормят. Спасибо. Не приготовят, саму что-нибудь приготовят. А больше помогает им пеленки погладить, постирать, понянчить. Уже в офисе картофельная королева. Агрохоудинг Ольги Богомаз снабжает этим овощем всю Россию. И вспомнит, как начинали в лихие 90-е с мужем, тогда еще не губернатором. Два гектара земли и один старый трактор. Это начало нашего бизнеса. С тех пор, как супруг Александр Богомаз в большой политике, все сама-сама уверяет Ольга. И впервые богатейшая из жен чиновников раскроет секрет семейного счастья. Женщина должна быть, если она занимается делом, она должна заниматься делом, чтобы не отмекаться на посторонние моменты. Самые состоятельные женщины слуг народа. Они такие разные. Бывшая модель Ольга Груздева, супруга, только что ушедшего в отставку губернатора Тульской области, владеет акциями сети недорогой одежды и заработала в этом году 619 миллионов рублей. О слабости второй половинки депутата от ЛДПР Сергея Вайнштейна к туфлям люксовых марок. В ее коллекции уже более ста пар ходят легенды. Впрочем, та, что принесла в дом 598 миллионов рублей, может это себе позволить. В тридцатке самых завидных жен и супруга министра культуры Владимира Мединского Марина, благодаря ей семейная казна потяжелела на 82 миллиона. Это в пять раз больше, чем у мужа. После того, как президент предложил чиновникам разделить тяготы кризиса с народом и урезал зарплаты, даже сенаторской зарплатой пора учиться жить по средствам. Вот я иду в магазин, если я, предположим, могла купить на 3-4 месяца вперед несколько банок, чтобы это было как бы про запас, то я сейчас этого не делаю. Самый экстравагантный сенатор Валентина Петренко готова даже отстать от моды. То есть, если я шила костюм раз в полгода, то я сегодня считаю, что я могу обойтись тем, что есть. А как же заграничный опыт, на который так часто любят ссылаться по любому поводу? Новость, которая на днях пришла из Европы, любого заставит воскликнуть. Да разве такое бывает? Бывает. Кипрский чиновник Мариус Дроушотис, к примеру, сам потребовал от президента срезать ему зарплату за безделье, ведь за пару месяцев он не выполнил ни одного поручения начальства. Я считаю неприемлемым, что сотрудник получает зарплату такого уровня и ничего при этом не делает. Зарплата у госслужащего и правда немаленькая – 5000 евро в месяц. И целый список распредложений по оптимизации бюджета. На мой взгляд, я бы обходился государству дешевле, если бы сидел дома. И мне бы просто перечисляли жалования. Так можно сэкономить на отоплении и освещении в моем офисе. Впрочем, как минимум 30 удачно женившихся российских чиновников могут смело следовать примеру кипрского коллеги, пока тылы прикрывают их золотые половинки. Юлия Шатилова, Анна Купа и Антон Янченко. Центральная информация.